Вы слушаете канал жаж.клаб, история привидений в рождественской традиции викторианской Англии. Жуткие истории о сверхъестественном были в моде в самое темное время года. Ближе к концу года, когда зажигают камины и готовят горячее какао, американцы взяли за традицию пересматривать свои любимые классические праздничные книги, фильмы и песни. И хотя истории о привидениях могут показаться неуместными в современных американских праздниках, когда-то они были главным продуктом Рождества, достигнув пика популярности в викторианской Англии. Фото 4tololo.ru темное. Жуткое время года, как и в случае с большинством древних культурных обычаев, точное происхождение рассказов о привидениях в конце года неизвестно, в основном потому, что это началось как устная традиция без письменных записей. Но, по словам Сары Клета, фольклориста, специализирующегося на британской литературе и соучредителя школы фольклора и фантастики Картирхау, сезон зимнего санцесса был периодом перемен, в течение очень, очень, очень долгого времени данный сезон вызывал устные рассказы о жутких вещах во многих странах и культурах по всему миру, говорит она. Кроме того, жуткие рассказы обеспечивали людям занятие долгими темными вечерами в отсутствие электричества, длинные зимние ночи означали, что людям приходилось рано прекращать работу, и они проводили часы досуга, сгруппировавшись возле костра, говорит Тара Мур, доцент кафедры английского языка в Элизабеттаунском колледже, автор книги «Викторианское Рождество в печати» и редактор журнала «Валанкур», книга викторианских рождественских историй о привидениях. Кроме того, не нужно было быть грамотным, чтобы пересказать местную историю о привидениях. Фото, дилетант, медиа последствия революции и индустриализации именно в викторианской Англии рассказывание сверхъестественных историй в конце года, особенно во время рождественских праздников, превратилось из устной традиции в своевременную тенденцию. Отчасти это произошло из-за разработки парового печатного станка во время промышленной революции, сделавшего письменное слово более доступным. Это дало викторианцам возможность коммерциализировать и превратить в товар существующие устные истории о привидениях, превратив их в версию, которую они могли продать, более высокий уровень грамотности. Более низкая стоимость печати и большее количество периодических изданий означало, что редакторам нужно было заполнять страницы, говорит Мур. К Рождеству они решили преобразовать старую традицию рассказывания и историй в печатную версию. Люди, которые переехали из своих поселков и деревень в более крупные города, по-прежнему хотели получить доступ к сверхъестественным сагам, которые они слышали у камина, когда росли, к счастью, викторианские авторы, такие как Элизабет Гаскел, Маргарет Олефант и Артур Конан Дойл. Всю осень сочиняли эти истории и готовили их к печати к Рождеству, говорит Мур. Индустриализация не только предоставила инструменты для распространения жутких историй, неопределенность той эпохи также подогрела интерес к жанру, говорит Бриттани Уарман, фольклорист, специализирующийся на готической литературе и соучредитель школы фольклора и фантастики Картирхау. По ее словам, интерес был вызван «ростом индустриализации», «ростом науки» и «надвигающимся падением Викторианской Британии как сверхдержавы». Все это было в головах людей и делало мир немного темнее и немного страшнее. Истории находят широкую аудиторию в Англии рассказывать полные ужасов праздничные сказки оставалось семейным делом, даже когда их читали, а не рассказывали, из иллюстраций и дневников мы знаем, что эти периодические издания читали целыми семьями, говорит Мур. По словам Мур, популярность викторианских рождественских историй о привидениях также выходит за рамки социально-экономического статуса. Их можно было читать повсюду, от дешевых изданий до дорогих рождественских ежегодников, которыми дамы среднего класса хвастались на своих кофейных столиках. Их широкая аудитория отражалась в самих историях, которые иногда были сосредоточены вокруг персонажей рабочего класса, а иногда происходили в усадьбах с привидениями, эта обстановка высшего класса была предназначена для того, чтобы пригласить читателей из всех классов на идеализированное Рождество для представителей высшего общества, которое до сих пор нравится сегодняшним поклонникам, аббатства Даунтон, в качестве развлечения, добавляет Мур. Продолжение истории читайте на сайте jah.club